Само голосование, в отличие от подготовки к нему, носило чересчур спокойный характер. Походу стало ясно, что на выборах 31 октября будет рекордно низкая явка избирателей. И это тоже устраивало команду Кернеса. Главное же в том, что на всех участках была выстроена модель поднаблюдателей. Никаких нарушений, выборы проходят организованно и тихо. Некоторые международные наблюдатели, не вникнув в глубину процесса, не увидев искусно скрытых манипуляций, тут же поспешили заявить о прозрачности выборов. Реальные фальсификации были практически незаметны. Например, в Харьковской психиатрической больнице номер 3 количество пациентов в день выборов увеличилось на несколько сотен человек. В силу специфики учреждения избирательный участок относится к категории закрытых. Контроль процедуры голосования усложнен. Этим и воспользовались псевдобольные, которые приезжали в больничный стационар на машинах, быстро голосовали и уезжали. И на других участках тоже вносились в списки несуществующие избиратели, незаметно вбрасывались в бюллетени. Но все это, как оказалось, была артподготовка. Для основного фальсификационного удара нужны были более-менее конкретные цифры проголосовавших. И эти цифры дали экзитполы. Они показали явную победу Авакова. По данным экзитпола, проведенного компанией GFK Ukraine, на выборах харьковского мэра Аваков набрал 34,7% голосов, Кернес — 30,9% голосов. По данным экзитпола, проведенного Институтом перспектив города, Аваков набрал 25,7% голосов, Кернес — 21,2%. Абонент Авакова моментально заявляет, что эти данные не соответствуют действительности, что у него есть правильные цифры. И приводит данные экзитпола, проведенного по заказу партии регионов, где Кернес набрал 33,4% голосов, Аваков — 31,9% голосов. Моментально в игру включается харьковский губернатор Михаил Добкин. Он заявляет, что ему было известно о преднамеренном искажении результатов экзитпола компании GFK Ukraine на выборах мэра. Спустя несколько дней компания маркетинговых и социальных исследований GFK Ukraine подаст иск в суд о защите деловой репутации на Михаила Добкина, распространившего ложную информацию. Еще не начался подсчет голосов, а Кернес и Добкин настойчиво сигнализируют, что разрыв между кандидатами составит 7-8%, естественно, в пользу Кернеса. Тем временем основные события разворачиваются в Харьковском дворце спорта, куда должны свозиться бюллетени и протоколы подсчета голосов. Несколько дней и ночей продолжалось это унизительное, бездарно организованное, кишащее злоупотреблениями процедура. Члены комиссий теряли сознание в многочасовом ожидании сдачи документов. Так складировались результаты народного волеизъявления. Так обеспечивали их сохранность работники милиции, затеявшие игру в карты прямо на мешках с бюллетенями. Так пресекались попытки подмены протоколов. Так кипели страсти при подсчете голосов и перенесении данных протоколов в общий протокол Горосбиркома. Здесь ядро фальсификации. Именно подсчет голосов открывает самые широкие возможности для искривления воли избирателя. Эти цифры в руках обладателей админресурса имеют свойство меняться в сторону увеличения для провластного кандидата. Что и происходило. Штаб Батькевщины организовал параллельный подсчет голосов. И его результаты также зафиксировали победу Авакова. Но еще раньше о своем параллельном подсчете заявила партия регионов. С преимуществом в 3000 голосов побеждает Кернес. Это далеко не обещанные 7-8% и даже не полтора по организованному ими экзитполу. Речь идет всего о десятых долях процента. Но уже ловко сфальсифицированных и абсолютно гарантированных. Это сигнал городской комиссии, на какой результат они должны выйти. Не дожидаясь окончания официального подсчета голосов, Добкин публично поздравляет Кернеса с победой на выборах. Буквально через пару часов после объявления победителя поступает информация, что компьютер гор-избиркома, на котором сводились данные протоколов, вышел из строя. Еще через какое-то время Кернес сообщает, что компьютер починили и инцидент не повлияет на результаты выборов. Подсчитываются последние протоколы. В этот момент председатель городской избирательной комиссии выставляет милицейские посты, оградив доступ кандидатов в депутаты, представителей партий, официальных наблюдателей и журналистов к сцене, на которой восседает городская комиссия. Что бы ни мешали. Представители кандидата на пост мэра Харькова Арсена Авакова подали иск к Харьковской городской избирательной комиссии по признанию противозаконной ее бездеятельности в вопросах должной организации выборов. Иск требовал обязать комиссию провести повторный подсчет голосов на 56 избирательных участках. Мотивация. Во время транспортировки бюллетеней и передачи их от участковых избирательных комиссий были зафиксированы грубейшие нарушения избирательного законодательства, которые носили системный характер. В ходатайстве, приложенном к иску, представители Авакова просили суд обеспечить этот иск и запретить городской избирательной комиссии устанавливать окончательный результат выборов мэра, а также оглашать результаты выборов. Реакция суда была прогнозируемой. Коллегия судей окружного административного суда отклонила ходатайство представителей Арсена Авакова. Не исключено, что на судей оказывалось политическое и моральное давление. Только так можно объяснить предвзятую и необъективную позицию судей. Давление оказывали и на горожан. В прямом эфире государственного телеканала было устроено низкопробное шоу пересчета голосов, а на самом деле уже подогнанных протоколов. Процесс подсчета проходил под контролем первого заместителя мэра Александра Кривцова и личного охранника Кернеса. Вот он, главный счетовод. Узнаете? И только спустя сутки, утром 5 ноября, городская территориальная избирательная комиссия оглашает результаты. Геннадий Кернес – 29,33%. Арсен Аваков – 28,72%. Разница чуть более 2700 голосов. Как и планировали. Однако оглашенный комиссией протокола, якобы победе Геннадия Кернеса на выборах за мэрское кресло, по состоянию на полдень 5 ноября, не мог считаться законным по целому ряду причин. Во-первых, к этому времени комиссия не имела всех уточненных протоколов. Во-вторых, на 10 участках комиссия назначила пересчет голосов, а его результаты сдала только одна участковая комиссия. В-третьих, ни один уточненный протокол накануне не зачитывался членами комиссии вслух, как того требует закон. В-четвертых, в соответствии с законом, результаты выборов не могут быть оглашены до окончания рассмотрения комиссии поступивших жалоб. А таких нерассмотренных жалоб около 200. В-пятых, протокол городской избирательной комиссии был подписан отдельными членами комиссии от провластных партий 8.00 5 ноября в незаполненном виде. Исходя из этих фактов, члены комиссии подготовили коллективное обращение в прокуратуру по факту фальсификации итогового протокола и выборов мэра. Но верх цинизма – совершенно случайно найденный под столом комиссии ящик с протоколами участков, которые ранее направляли на уточнение. 40 протоколов. Уточнение протоколов, фактически их переписывание, подлог – это вершина фальсификационной техники. Сравнение первичного и уточненного протокола на одном из участков. Информация Харьковской правозащитной группы. В соответствии с первичным протоколом на участке проголосовало 933 избирателя. За кандидата Авакова – 280, а за кандидата Кернеса – 278 избирателей. А вот по уточненному протоколу участие в голосовании приняли уже 1016 избирателей. Аваков – 263 голоса за, Кернес – 339 голосов за. Таким образом, за Кернеса добавилось 78 голосов. И таких участков – десятки. В эфире Национального канала Геннадий Кернес заявил – победителей не судят. За этой фразой, кроме бравады, еще и упорное нежелание Кернеса и городской избирательной комиссии пересчитывать бюллетени, на чем настаивает Аваков. «Действительно, судят не победителей, а фальсификаторов. Если нам откажут украинские суды, то мы будем обжаловать харьковские выборы в Европейском суде», заявила юрист и народный депутат Украины Елена Шустик. А месяцем раньше лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко подчеркнула, что именно на выборах в Харькове будет решаться судьба украинской демократии. Ее слова не оказались преувеличением. Социологические опросы, проводимые в Харькове, неизменно показывали колоссальный антирейтинг Геннадия Кернеса. Ему не доверяли фактически 70% респондентов. С другой стороны, с тем, что победа на мэрских выборах достанется именно Кернесу, соглашалось более 40% опрошенных харьковчан. Парадокс? Вовсе нет, если вспомнить, что две трети избирателей не сомневались в фальсификации харьковских выборов. И все же харьковчане переломили свои пессимистические настроения и поддержали оппозиционного кандидата. И он победил. Теперь эту победу хотят украсть. И даже не у Авакова, а у пока еще не сломленных харьковчан. И если это произойдет, то стоит ли удивляться, что в будущем на вопрос, верите ли вы в возможность честных выборов, уже не две трети, а 100% жителей Харькова скажут нет. Субтитры создавал DimaTorzok